Merry Christmas, you filthy animals! Всем привет, друзья! Новый вечерний Морис на канале Арчо Морис И сегодня мы рассмотрим такую тему, как... Конфликт между Дэном Саратовым, который является атлетом Road to the Dream И Александром Никулиным Это разоблачитель всея ютуба Руси, 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 Руси Всея русского ютуба И также Шреддер там немножко присосался Ну так, комментик оставил Да, комментик оставил Ну вот, Санек, расскажи ты, что началось с чего Ну суть в том, что Дэн Саратов увидел разоблачение Александра Никулина Сделанное на Игоря Войтенко и на Арчо Мориса А так как он знает этих ребят и видел их жизни Он знает, что на самом деле они выглядят как чистые натуралы Чистые дрищи, да Поэтому явно никакой химии там и речи идти не может Он об этом сказал в своем видео Но, к сожалению, он слишком, так сказать, сильно проехался Ну он, грубо говоря, просто обосрал Никулина по полной Да, мудаками там назвал всякое такое И поэтому Никулин сделал ему разоблачение практически сразу же В котором пояснил, почему именно Дэн Саратов был неправ И в этом видео в разоблачении участвовали Шреддер, Спасококотский, Бородачи Они тоже сказали, что Саратов химик Вот И получается, что... Получается, что он пытался, как сказать, очистить ваше имя о том, что вы не химики А тут еще засрали, что он химик Да, получается, что на это видео Саратов выпустил еще одно видео И под вторым видео Саратова там Шреддер такой написал Я тебя вызываю на бой, драться будешь со мной? Вот, Саратов такой говорит, нет, ты уже стар, батенька Ну, если честно, я видел, как Шреддер боксирует И... Жесткий, да, типа? Это ужасно Шреддер, ты красавчик Ты красавчик Но боксерскую технику надо подработать Но он зато сильный Ну да, сил у него хватает Но я могу сказать, что Дэн Саратов тоже достаточно сильный Молодой, я думаю, более ловкий Блин, он там чемпион мира по стритлифтингу Поэтому Дэн Саратов красавчик Вот И что касается этого спора вообще Того, что Шреддер вызвал Саратова на зарубу Саратов сказал Братан, я не буду с тобой драться Давай будем хорошими ребятами И не будем поступать, как Томаев и Филипп Марвин И такой слился потихонечку Шреддер говорит Да ты ссыкло! Вот И потом, видимо, Саратов, либо Шреддер удалил свой комментарий под видосом Саратова Ну что-то мне подказывает, что Саратов решил почистить комментарий просто, чтобы не портить Как сказать, настроение людей против себя Ну, возможно, да, кстати Ну, я не думаю, что нужно было Саратову снимать такой видос вообще Нет, видос, может быть, он снял Если бы он просто хотел очистить ими ребята и просто сказать, что они не химики Это, в принципе, нормально Ну да, без оскорблений Просто без личных оскорблений Очень много грязи он на него палил И как бы это реально выглядело Ну, это некрасиво Это больше как нарыв выглядело Типа, я вас порву всех, вы че, Вася, брат Да? Вот так выглядело Ну, в принципе, так же, как Филипп Марин наехал на Асхаба Походу, Дэн взял с него пример и решил наехать на Никулин Вот Ну, а то, что Никулин сделал разоблачение и сказал, что Дэн Саратов химик Тут можно вполне как бы, ну, со стороны любого человека, да, поддержать, что он химик Почему? Потому что он очень сильный Такой сильный И у него такая, на самом деле, очень приличная Он очень сильный Капец какой сильный Он всех рвет И у него довольно хорошая форма Насчет того, что они говорили залитый, не залитый, не знаю Ну, довольно-таки много людей таких залитых Ну, довольно-таки, да Вообще считается, смотрите, химик Когда ты либо большой и очень сухой Прям очень сухой То есть Саратов не очень сухой Тут можно как бы посомневаться, я думаю, возможно Но Если ты химик, то ты большой, сухой Прям вот, блин, капец Ну, 90 килограмм весишь сухой Возможно, химик И что получается у нас Я не знаю, на самом деле, Саратов химик или нет Почему? Потому что он говорил, что он жил в деревне там И у него как бы не было ни денег, ничего И он показывал свою форму Фотку с тех времен Показал фотку 14-го года 4-5 лет назад Да Вот И он почти не изменился И там он довольно-таки хорошую форму имеет То есть такая, ну Ну, он мезоморф Видно по нему, что он хороший Ну, если учесть то, что ему 4 года назад Примерно было, значит, лет 17 И он уже в том возрасте был в такой форме То есть это максимальный пик гормонов как раз начинает быть То, возможно, он реально трогал Потому что Если бы он использовал какую-то фармакологию Он бы сейчас стал либо сильно больше Либо сильно сушим Либо очень сушим А он как тогда, 4 года назад был таким заплывшим Ну, блин, такая форма То есть у Санька тоже он может просушиться, да Но это очень сложно держать такую сухую форму Круглогодично, да, очень сложно держать Вот А Саратов, он как бы даже не старается ее держать Поэтому у него довольно-таки заплывший пресс Но он выглядит просто мясистым То есть он не супер сухой, как Шреддер Он просто большой, заплывший такой и мясистый Можно назвать его мясистым Ну, здоровый бычок такой, да Нету такого и сухости у него Таких людей довольно-таки много Если бы он был очень сухой То тут можно было бы сказать, что он 100% химик Потому что силовые бешеные Бешеная сухость, да Бешеная масса общая Как у Шреддера, допустим, если будет И сухость такая же То тут, блин, по-любому я бы назвал химиком его Но так как он заплывший и большой Это норма То есть это может быть нормой Единственное Почему он такой, мать его, сильный? Песец какой сильный Опять же, я думаю, что как бы прирост массы идет вследствие прироста силы А сильный он может быть просто от природы Такое тоже может быть Да, уникум Супер хорошая генетика И, допустим, он такой попался То есть давайте, допустим, возьмем в пример Кобелева того же, да? Песец, пацан кость ходячая, е-мое И капец он сильный Также может быть и с Саратова То есть разные люди существуют Бывает генетика просто изумительная Но у Саратова как бы форма хорошая, да? Но она не идеальная Ну это то же самое, что посмотреть у Артура на канале есть Даня такой Молодой пацан, который просто рыбет 15 лет пацану Он подтягивается с 75 килограммами на один раз Легко А сам весит 73 Он тоже такой подзаплывший И примерно выглядит как Саратов Ну Саратов, естественно, больше Саратов там, наверное, в 8 Ну у него и возраст Я думаю, через 6 лет Да То есть если Данюк будет заниматься лет 10, допустим Он примерно как Саратов будет То есть генетические факторы вполне присущи тут То есть, возможно, он химик То есть мы не можем ничего сказать Но так как Саратов утверждает, так знаешь, искренне говорит, что он натурал Скорее всего, я могу ему поверить Ну, если честно, Шреддер, который написал этот комментарий Он тоже постоянно говорит о том, что он натурал Но это такая ерунда Это такая чушь Это единственный уникальный человек такой в мире Который на полном дефиците калорий Набирается, набирает массу Еще и сил Вот скажу по своему опыту Вы когда слушаетесь, вы себя чувствуете как полное говно Вы приходите с тем же весом, с которым вы могли нормально работать Вы просто не можете нормально работать Вы там кряхтите, ругаетесь Потому что каждый раз эта гребаная штанга становится все тяжелее Ну, мы видели все фотки Шреддера Когда он был вот до Ютуба, видимо, да Заплывший пипец, он был огромный И теперь он, скорее всего, просушился И просто подкалывает гормон роста Ну, просто можно на мне даже эксперимент провести Сейчас я достаточно жирный И с такими, ну, пускай это будут неплохие силовые Потому что я очень мало занимаюсь Там жму 100 кг на 6 раз Хорошо И я вам просто гарантирую, что когда я просушусь Это будет такой космический вес Это будет настолько сложно делать При том, что это не как он там, 160-170 Это все-таки не такой большой вес Но это адски сложно это держать Да А по его логике я сейчас должен просушиться И вот когда я буду сухой весить 60 кг Я буду делать 140 кг Да-да-да-да На 6 раз Это вообще невозможно Вот, ну и что получается Войтенко, скорее всего, не химик Ну, почему он, блин Потому что у него подтягивания фиговые То есть, блин, он мало подтягивается довольно-таки У него хорошая генетика, в принципе, как у Санька на плечи и на грудь То есть, вот жимовая генетика Санек хорошо отжимается на брусьях Войтенко хорошо отжимается Санек хорошо жмет штангу Войтенко хорошо жмет Ну, Войтенко больше весит, чем Санек, да, вроде Поэтому он больше вес поднимает Ну, он весит У меня, как бы, моя, наверное, нормальная сухая масса была вообще 63-64 кг Это вот, чтобы выглядеть примерно, как сейчас Игорь, а у Игорька 78-таки Но у него генетика тоже неплохая довольно-таки, жимовая генетика именно А у меня, наоборот, тяговая генетика То есть, я хорошо довольно-таки могу подтягивать веса, там, подтягивания делать, там, не знаю, всякие тяги и так далее То есть, за счет бицепсов спины я могу вывозить А он за счет плеч и груди вывозит жимовые упражнения Тут я вообще не сомневаюсь, что он не химичил Зачем ему химичить? Он обычный блогер, он там не собирается с кем-то рубиться Зачем ему такая жесткая сила? Ну, да, и даже на соревнованиях, вот этот Вортекс Баттлбол, который Игорь не участвовал Он даже не участвовал Участвовал его команда Ну, если вы посмотрите, ну, вы прикалываетесь, ребята Да у многих найдутся знакомые, которые выглядят даже намного круче, чем что Игорь, что Артур И при этом они явно ничего не сперва Сейчас, знаешь, ребята могут пример привести, типа Байтонг же порвал в жиме 100 на 100 всех И Шреддер из Пасуку Коцкого Как он не химик, если он вырвал химика? И что? Это не такой большой... Ребята, 100 кг это не такой космический вес Я сейчас почти не занимаюсь, ну, у нас даже есть видео, пожалуйста, 100 кг Я почти не занимаюсь просто работой на феерической работе, сделал на 6 раз Это не какие-то феерические результаты, ничего в этом особенного нет Если есть жимовая генетика, то спокойно будете жать Поэтому Игорек сухой, мышечный, конечно, он все это может делать Что касается меня, что Никулин сказал, что я химик, это такая бредня просто Я смотрел ролики, я просто ржал с каждого аргумента Чувак сказал, что за год, да, он набрал 8 кг и он химик, все Но чувак вообще не предположил, что я весил в окончательном итоге 70 кг всего лишь При росте 180, писец, какой химик 180 рост и 70 кг, блин, масса И он даже не уточнил ничего А у меня в то время, когда я весил 62 либо 61 кг, у меня был гастрит жесткий Кстати, вот, из-за этого я очень сильно слил, я был вот таким Потом, когда гастрит прошел, я начал спортпит, пить, много хавать И мне, естественно, за год набрал, блин, ну, организм все время в ущерб работал себе А тут, бам, все, выздоровел, и ты начинаешь бомбить, хавать, блин, все подряд И тут, естественно, за год спокойно вы наберете 8 кг Потому что 61 кг при росте 180, это писец, какая разница То есть 20 кг, считай, не достает И тут, конечно же, за год можно восстановить, если вы будете правильно питаться Если у вас с организмом все хорошо И Кобелев там тоже дрыщ такой говорит, короче, блин, да он кибет 100% Ты посмотри на меня, я ни хрена не закачался, а у него базуки какие Да, это... Тоже бредня вообще Если честно, ребята, многие смотрят на Инстаграм И думают, что это точно так же выглядит в реальной жизни Вот если... Я сейчас сижу, я дам с Артуром, если просто посмотреть на него Он выглядит просто худой парень Вот все, а я выгляжу просто толстый парень Ну, в одежде, да То есть никто не вы... Нету такого, чтобы выглядели как-то супер накачанно Вот и вся разница Вы смотрите? Конечно, в Инстаграме это выглядит круто В ВКонтакте это выглядит круто А в жизни это обычная форма Да даже на СМПро, да Я был на СМПро, там все атлеты, они выглядят очень обычно Конечно То есть на видосах там пищец блуд огромный А в жизни, ну, такой, обычный пацан Ну, тем более Ну и то, и при этом они очень здорово выглядят А Артур даже на видео, ну, не выглядит он космически Я не знаю, откуда они придумывают Ну, это бред полнейший Я просто умирал Я вообще не понимаю, как там Вот два человека единственных на Ютубе Это Игорь и Артур, которые просто вообще не похожи на химию Я вообще не знаю, тут никаких долгов просто не нужно Приедьте в жизнь и посмотрите Вот если вы не верите реально, приезжайте в жизнь и посмотрите Не, ну, многие-то меня видели на СМПро везде там Ну, да, но если те, кто смотрят, мне кажется, кто пишет это химию Какие вообще вопросы? Мне кажется, на человека даже если вы думаете, это и так будет понятно Химик он или нет Потому что не будете вы супер отлично выгодить без химию А если вы выгодите обычно, то вы просто ничего не употребляете Ну вот, друзья, такой длинный видосик получился, мне кажется Спасибо за внимание, подписывайтесь на нас, ссылочки в описании Если вам понравился видосик, ставьте лайк обязательно Подписывайтесь на канал, увидимся в следующем выпуске Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok